Правда о воровстве в СССР. Тут многие фанаты СССР периодически вскрикивают в комментариях, что Савок был страной исключительно честных и порядочных людей, которые никогда не брали чужого, двери в квартиры даже не запирались на замки, а ключи хранились под ковриками. Насчет дверей спорить не буду. Такое действительно практиковалось в небольших городках и просто в замкнутых микрорайонах, где люди хорошо друг друга знали, где практически не бывало чужих, и где, собственно, особо нечего было красть, кроме нескольких комплектов постельного белья, двух-трех сервизов и всякого старого хлама в кладовке. Что касается, собственно, воровства, то на бытовом уровне в СССР оно существовало повсеместно, но при этом среди самих бытовых воришек собственно воровством не считалось точка конечно. Украсть деньги или скажем там ювелирное украшение, это было уже настоящее воровство, попадающее к тому же под соответствующую статью УК, а вот например обвесить в магазине или изменить состав блюд в общепите, принести с завода пару подшипников, слить десятка два литра в соляры на автобазе, это встречалось сплошь и рядом и не считалось чем-то зазорным. Отчего так происходило? Во-первых, от всеобщей бедности, равно размазанной по всем слоям общества. Во-вторых, из-за всеобщего дефицита необходимых товаров и услуг. Прокладки для сантехники всегда были у своего слесаря, который тот спер где-то на складе, нужные запчасти для автомобиля, которых не было в автомагазинах, чудом находились у своего автомеханика. Можно сказать, что такая низовая коррупция является практически неизбежной в бедных странах, при этом внутри самого общества она не считается чем-то зазорным, люди просто выживают как умеют. Ну и третья причина такого вороства, это отсутствие частной собственности как таковой, в широком понимании этого слова. Фраза «все вокруг колхозное», «все вокруг ничьи» очень хорошо характеризует ситуацию тех лет. Взять ничьи дрова или ничьи металлолом считалось почти нормой вроде как даже и невороством. Итак, в сегодняшнем посте, большой интересный рассказ о том, как и что именно воровали в СССР. Обязательно заходите под кат, пишите в комментариях ваше мнение, ну и в друзья добавляться не забывайте, пожалуй, воровать в советском общепите было проще всего с той точки зрения, что воришку было не так-то просто поймать за руку. К примеру, сметану разводили кефиром, забирая остатки себе, кефир разводили молоком. Само молоко тоже воровали, причем весьма изобретательно, чтобы молоко не портилось, в него добавляли пищевую соду, списывая при этом часть молока как испорченный и забирая себе домой. Супы варились без мяса, с так называемым комбижером для видимости мясного навара, после чего при выдаче в тарелку клался кусочек мяса. Кстати, похожие штуки до сих пор проворачивают в некоторых полузаброшенных государственных столовых, где в каком-то смысле до сих пор остался СССР. Отдельным способом воровался чай. Как вы знаете, в советских столовых чай готовился в огромных алюминиевых кастрюлях, на которые было положено определенное количество заварки, чаще всего, дешевого чая грузинский. Немалую часть заварки отсыпали, так сказать, для себя, а в кастрюлю с чаем добавляли жженый сахар, оставляя на ночь на небольшом огне. В результате получалось темно-коричневая жидкость почти без запаха чая. Вороство в советских продуктовых магазинах, в принципе, тут все было похоже на воровство в столовых, но были и свои нюансы. Скажем, советские госты описывали нормы по усушке и утруске товара, торговцы использовали их по максимуму, даже если товар не усушился, остаток просто воровали. Очень часто более-менее качественные продукты, мясо, колбаса, продавали из-под прилавка для своих, но несколько дороже отпускной розничной стоимости, а полученную разницу клали в карман. Воровали также и на рынках, обвешивая покупателей, для чего применялись системы хитроумных магнитов и скрытых гирек. Явление было столь массовым, что на рынках были повсеместно распространены и так называемые контрольные весы. Жульничество в магазинах промтоваров. Тут все происходило похожим образом. Качественные и дефицитные товары, которые вдруг поступили в продажу, продавались точно так же из-под прилавка за несколько большую стоимость. С юридической точки зрения все было совершенно чисто. Вот товар, вот покупатель, вот чек, вот деньги в кассе. Увидеть с помощью проверки то, что продавщица положила себе в карман сверхприбыль, было никак невозможно. Кроме того, на советской торговле неплохо наживались и всякие ревизоры, проверяющие, которые часто за мелкую, а иногда и не очень, взятку закрывали глаза на мелкие, а иногда и не очень, нарушения. Тут еще следует сказать, что коррупционные связи в советской торговле выстраивались годами, а коррупционные сети насчитывали часто сотни участников. Сейчас эти люди, жившие в то время очень жирно в сравнении с остальной серой массой, очень тоскуют по СССР. Вороство на заводах и стройках. Тут все достаточно просто, тащили все, что плохо лежало, было плохо прикручено, либо легко отливалось, отсыпалось из большой тары. Впрочем, то что было прикручено хорошо, сперва откручивали, а потом тоже воровали. Комплекты инструментов, плашки для нарезания резьбы, стекло, цемент, даже кирпичи. Думаю, многие из вас помнят гаражи и балконы, набитые всем этим добром. Видели в гараже у соседа дяди Пети комплект советских надфилей в коробке. Думаете, он его в магазине купил? Выносили все это добро через проходные, либо просто перебрасывали через забор, для чего часто привлекались сообщники. Как-то на просторах интернета мне встретилась целая инструкция о том, как правильно выносить под плащом карданный вал для автомобиля с помощью специального противовеса. Реализовалось все украденное либо непосредственно за деньги, либо бартером, за определенные товары или услуги. Водители с автобаз, трактористы, таксисты, эти воровали бензин и соляру. Классика, а также запчасти и кузовную краску. Таксисты часто воровали деньги, просто не включая щечек за поездки. Кроме того, в позднесоветские годы таксисты были часто замешаны в мелком криминале вроде помощи проституткам и нелегальным продавцам спиртного, запрещенного Горбачевским сухим законом. Теневые производства. Помните фразу из 12 стульев о том, что вся контрабанда делается в Одессе на Малой Эрнаутской улице? В принципе, эта фраза была применима ко многой фирме, что подпольно делалось в СССР. В Советском Союзе существовали целые теневые производства по пошиву той или иной фирменной одежды, которые зарабатывали баснословы не капиталы. Считайте сами. Фирменные джинсы Монтана в СССР стоили 200 рублей. Более одной средней зарплаты, самодельные джинсы под Монтану и СТАК Непопроще можно было легко продать рублей за 100-120, огромные по тем временам деньги. Шили все эти вещи часто из украденных, списанных либо каких-то неучтенных материалов, в чем были замешаны высокопоставленные люди вплоть до директоров конвольных комбинатов. Время от времени такие схемы накрывались, про некоторые дела даже писала пресса, но я уверен, что неучтенных, не раскрытых схем было более чем в 10 раз больше. Эпилог. В общем, как видите, честные советские граждане были не такими уж честными, в СССР существовало достаточно массовое бытовое выроство, которым были пронизаны все слои общества. Можно ли обвинять в этом советских граждан? И да, и нет, немалую долю ответственности я бы возложил на саму совковую систему, которая тотальной нищетой и детсофен заставляла людей как-то выживать и крутиться. А вы помните какие-нибудь случаи мелкого бытового вороства из СССР? Продолжение следует...